Более семи лет назад, воспользовавшись революцией и сменой власти в Украине, Россия провела так называемый референдум, по результатам которого аннексировала Крым. Удастся ли Украине вернуть себе полуостров? За это время Крым покинули 57 тысяч человек. Однако вместо них на полуостров переехали на постоянное место жительства около 80 тысяч россиян. Москва увеличила и количество военных с 12,5 тысяч до 40 тысяч. Что такое Крымская платформа? Это международная инициатива, которая будет функционировать на четырех уровнях. Первый – на уровне президентов и премьер-министров. Второй – на уровне глав МИД. Третий – на межпарламентском уровне. Четвертый – на уровне экспертов и правозащитников. Кто участвует в Крымской платформе? Перечень государств-участников пока окончательно неизвестен. Накануне 30-летия независимости Украины в Киеве планируют провести учредительный саммит Крымской платформы. На него в августе приедут представители около 30 стран. Продолжение следует... Продолжение следует... Что будут обсуждать в ходе саммита? По итогам заседания планируется принять Крымскую декларацию. Итоговый документ, который закрепит принципиальные для Украины положения прежде всего недопустимость аннексии полуострова, непризнание российской юрисдикции прибрежных вод и воздушного пространства Крыма. В Москве инициативу Киева по возвращению полуострова называют нелегитимной. В дальнейшем Крымская платформа должна стать международным координационным механизмом для поддержания проблемы в повестке дня и защиты прав человека на полуострове. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в парламентской ассамблее Совета Европы.